И по слушаниям совершил действие, которое открыло вход во святая святых. И мы беспрепятственно входим. И ты живешь в хвале и славословии своего народа. Мы поклоняемся тебе. Святой, 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 мы превозносим тебя, превозносим тебя. Имя твое превыше всяких имен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы готовы принимать славу твою, и пусть бесславие человеческое уйдет. Мы готовы принимать исцеление твое, потому что в присутствии твоем ты творишь чудеса. На этом месте мы принимаем свободу в Духе Святом. И все совместимости, всякие ограничения и комплексы падают под наши ноги. И ты даешь нам свободу. Слава тебе, Иисус! Ну, святой, я прошу, коснись каждого сердца. Пусть ни один человек, кто находится на этом месте, не останется равнодушным в твоем присутствии. Аллилуйя, 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 поклоняемся тебе, Иисус. Пусть ни один человек, кто находится на этом месте, не останется равнодушным в твоем присутствии. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это время славы Божьей Это время славы Божьей Это время славы Божьей Идет Господь, придет Господь Идет Господь, придет Господь Идет Господь, придет Господь, придет Господь Идет Господь, придет Господь Наша пранья против плоти, Против духа силы тьмы, Возьми свою землю сильный бой, Восстань, восстань, вперёд и тьмы. Наша пранья против плоти, Против духа силы тьмы, Возьми свою землю сильный бой, Восстань, восстань, вперёд и тьмы. Это время славы Божьей Идет на бой, идет на бой Это время славы Божьей Идет на бой, идет на бой Субтитры подогнал «Симон» 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 Славу воспевает мой народ, ты святой. Святый господь. Святой бреди, наполни нас. И, как здесь, мы ждем тебя сейчас. Сердце наполняется огнем, присутствуем вдвоем. Восвышаем голоса. Восвышаем наши голоса. Святый снял твой волк на небеса. И, как здесь, мы ждем тебя сейчас. Слава… Святой! Святой! Аллилуйя! Святой! Святой! Аллилуйя! Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, Тебе славу воскресает Твой народ. Святой, 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 Аллилуйя, Святой, святой, Аллилуйя. Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, Тебе славу воскресает Твой народ. Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, Тебе славу воскресает Твой народ. Иисус наш Бог, Иисус наш Бог, Тебя славу воскресает Твой народ. Он наполняется огнем, Иисус, мы твоим родом. Мы зажаем голоса, Мы зажаем наши два голоса. Вы святый, святый Бог на небесах. Мы несем хвалу на Твой алтав, Иисус Христов наш цар. Ты святой, 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 Аллилуйя, святой, святой, Аллилуйя. Иисус нашел, Иисус нашел, Тебе славу воспринимает Твой народ. Святой, святой, Аллилуйя, святой, святой, Аллилуйя. Иисус нашел, Иисус нашел, Тебе славу воспринимает Твой народ. Святой, 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 Аллилуйя, святой, святой, Аллилуйя. Иисус нашел, Иисус нашел, Тебе славу воспринимает Твой народ. Святой, святой, Аллилуйя, святой, святой, Аллилуйя. Иисус нашел, Иисус нашел, Иисус нашел, Тебе славу воспринимает Твой народ. Аллилуйя, Аллилуйя, святой, святой, святой. Боб, ты не человек. Ты не мыслишь как человек. И пути твои не пути наши, мысли твои не наши в мысли. Как небо выше земли, как Ты выше Бог Но Ты посылаешь Слово Своё Чтобы земля наших сердец дала плоды обильной праведности Чтобы наш Дух окрем Чтобы наше мышление преобразовалось в Твой образ и подобие Ты посылаешь Слово Ты накрываешь нас присутствием Святого Духа Но мы, поклоняясь в этом месте Мы смиряемся по Твоему крепкую руку Как Твой народ Как люди, взятые в удел Мы смиряемся, как Твои дети Мы сокрушаемся в Твоем присутствии Прикоснись Дух Святой Наполни каждый уголок сердца Наполни внутренность нашу собой Дай нам оторваться от земного притяжения Чтобы Твоя слава накрыла нас Чтобы Твоя милость покрывала нас Покрывала на своем обезиске Кровь пронесет Но это оба честного проноса Слава и хвала тебе Слава и хвала тебе Слава и хвала тебе Слава и хвала тебе Слава и хвала Тебе, Слава и хвала Тебе. Благодарим Тебя, поклоняемся Тебе. Дух Святой, мы, как Твой народ, принимаем свободу сейчас. Я провозглашаю, где Дух Господень, там свобода. И прямо сейчас кто-то получает свободу от всяких компромиссов во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас ты разрешаешь узы рабства и оковы, которые сковывали мышление и ограничивали прорваться вперед. Прямо сейчас ты прикасаешься и даешь свободу. Я благодарю Тебя за это. Если тебе нужна свобода, скажи, я принимаю ее. От всякой зависимости, от страха, от неполноценности, от комплексов. Здесь святой Бог, который способен изменить Тебя. Принимай эту свободу во имя Иисуса Христа. Перед Использование Как получила эта женщина, страдающая кровотечение! Славь его, Пикассейн, иди в хоре за своей веселью! Товремя для плаща головой! Выдаром на все эти слова! Аллилуйя! Всемогущий, верный, славный Бог мой! Всемогущий, верный, славный Бог мой! Всемогущий, верный, славный Бог мой! Аллилуйя! Всемогущий, сильный, славный, верный Бог мой! Сильный, славный, верный Бог мой! Всемогущий, сильный, славный, верный Бог мой! Это Бог мой! Всемогущий, сильный, славный, верный Бог мой! Сильный, славный, верный Все могучей, славный, верный Бог мой, сильный, славный, верный Всем могучей, славный, верный Бог мой, это Бог мой Всеколяющий, дающий свалмонуг Бог, многомилость, любви, человека любви, Бог, прощающий грехи, Бог, избавляющий от родословного бремени проклятия, Бог, даивший будущность и надежду, Бог, даровавший нам вечность, Бог, даровавший нам любовь, благодать и милость. Мы принимаем Тебя, мы поклоняемся Тебе и мы утверждаем на этом месте Твой престол. И все это скажут. Вы знаете, в имени сокрыта информация. И мы, провозглашая на этом месте имя нашего Господа Иисуса Христа, мы высвобождаем силу, которая сокрыта в этом имени. Бог, исцеляющий Бог, скажи на это Аминь. Бог, дающий свободу, Бог, дающий счастье, радость, благодать, милость, исцеление, процветание. Аминь. Все это скажут. Аллилуйя. Присаживайтесь, драгоценные. Так радостно видеть сегодня всех вас здесь, в этом месте. Слава Богу. Слава Богу. Прежде чем мы сделаем несколько очень важных священодействий, я хочу представить человека, потому что по земле ходят люди, священнослужителя, который является сегодня гостем нашего служения и будет нам служить. Это архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Сергей Журавлев. Давайте. Сегодня этот Божий человек будет служить нам. Я очень вкратце скажу, и я знаю, что пастор Сергей, я спросил, как называть пастор Сергей или батюшка Сергей. И пастор Сергей сказал, и так назовешь, не ошибешься, и так не ошибешься. Поэтому слава Богу. Вы знаете, у католической церкви когда-то однажды родился лютер. И знаете, в каждом отрезке времени рождаются вот эти вот реформаты. Когда лично мне нужно что-то для того, чтобы узнать о церковных обрядах, служениях, там, в слове, какую-то глубину поймать, я вам честно скажу, есть несколько моих любимых проповедников, которые помогают мне это сделать. Помимо того, что я копаю Библию, сам изучаю, но и так же написано, познавайте истину со всеми святыми. Поэтому, пастор Сергей, без ложной скромности скажу, вы так же еще и учитель Библии, потому что многие люди, обращаясь к вам, смотрят ваши программы, передачи, какие-то короткие месседжи, послания. Вот мне нужно было на Пасху прозреть, так скажем, что там, как. А вот священное действие всех, которые из православной церкви пришли к нам, в нашу культуру. Я посмотрел это и получил огромное благословение. Поэтому сегодня этот человек Божий будет служить нам. Будь открыт в своем сердце. Аминь. Будь открыт. Хорошо, дорогие мои. Что-то у нас происходит, да? Кому-то телефон надоел. У нас... Давайте еще раз пастору Сергею дамы. Аплодисменты. Мы не хотим, чтобы все это было. Мы не хотим, чтобы все это было. И, вы знаете, церковь растет. Я вижу, кто-то, кого это одно не видел, пришел. Кого-то вообще не видел ни разу. Они пришли, слава Богу. И церковь, она растет как естественно, так и сверхъестественно. Сверхъестественно за счет покаяния. И, конечно же, я сегодня буду делать этот призыв для людей, которые пришли сегодня впервые. Но перед этим я бы хотел помолиться за двух людей, которые сделали такое серьезное решение в своей жизни. Один из них мужчина, а другая из них женщина. Вот они ходили, ходили, смотрели друг на друга. И вдруг усмотрели друг друга. И, знаете, как вот кто-то говорит, ёкнула, искра пробежала. В общем, вот это вот слово, любовь, она настигла их внезапно. И они еще не муж и жена, но уже, знаете, вот есть такое понятие, такое влюбленность. Я не знаю, как вы, когда я в свою сумму влюбился, я вообще преобразился. Поэтому вот до момента, пока вот этот парень, которого сейчас я приглашу, он ходил не влюбленный, он как бы такой был, ну, такой нормальный парень. Но когда влюбился, такой стал брутальный, красивый, подтянутый. Статика же, вот ушел, похудел, борода красивая появилась. В общем, иди сюда. И я хочу пригласить сюда, вот, виновницу его преобразований и внутренних, и внешних. Это Татьяна. Пожалуйста, Татьяна. Вот такая сегодня красивая пара предстала перед нами для того, чтобы мы помолились и совершили акт такого благословения. Это еще не венчание, но уже помолвка. Что означает помолвка в нашем церковном собрании? Она означает, что вот этот вот парень красивый, да не стесняйся, я сзади обойду, да спина прикрыта, я тебе порочусь. Вот его сердце занято, поэтому, сестры, посмотрите на него последний раз и больше не смотрите, только как на брата. Все, он брат, хороший брат, отзывчивый брат, с большим сердцем служителя, но в его сердце уже теперь есть Татьяна. И вот на Татьяну вообще очень скромно смотрите, а то темпераментный брат. И вот Татьяна, а в ее сердце Дмитрий. И они хотят перед всем святым сообществом, перед нашим собранием сказать, что с этого момента, вот они ходили, гуляли, там скромно друг друга пирожеками угощали, там в кино ходили иногда, а вот сейчас они уже начинают более серьезные отношения свои строить, и этапом завершения этих отношений является их совместное бракосочетание и завет. Мы благословляем вас, чтобы вы до этого дня дошли. Вы знаете, многие пути кажутся человеку прямыми, но состоится определенное от Господа. Поэтому могут ли быть какие-то кривизны? У кого-то из нас темперамент такой, у кого-то такое воспитание, петербуржское или приморское. Это большая разница, кто-то понимает, зачем я говорю. Поэтому я благословляю вас на этом пути, чтобы Бог дал милость покрывать друг друга. Я благословляю, чтобы Бог дал мудрость искать правильные подходы к решению вопросов. Стройте мосты, а не стены. Любите друг друга, и Бог благословит вас. Пастор Сергей, я приглашаю вас. Давайте мы вместе помолимся. Давайте в свои руки. Помолимся благословим, да? Да. Да, я очень счастлив благословлять сегодня этих замечательных людей. Боже всемогущий, и Твоим святым именем я благословляю. Благословляю Господь Божий при входе и при выходе. И благословляю их эти дни, Господь, узнавать друг друга. Боже, строить отношения, создать фундамент мощный для крепкой семьи. И то, что созидается на Тебе, Господь, это неразрушимо. Это вечно, это сильно, это серьезно. Боже всемогущий, потому что то, что Ты созидаешь, человек не разрушит. И ничто, никакое творение не способно разрушить то, что Ты созидаешь. Благослови, Господь. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Ну и так, с Матерьем, может быть, и вместе помечаем потом? Нет. Нет, так что, батюшка, к Вашему распоряжению. Слава Богу. У Вас такая шикарная корпус. Скажите, да, возьмите друг друга за руку. Пусть в этом... Аминь. Данечка, пожалуйста. Пусть в этом... Пусть вот в этом жесте, когда они взялись за руку, будет еще и третья рука, это Иисус Христа. Аминь. Так родит Он Ваши пути и Ваши отношения. Аминь. И все-таки, вот, мы хотим, да, асфальт, все эти дела, не забывайте. Идите. Боже слава. Аллилуйя. Господь саждует. И поэтому вселенная тверда и не поколеблется. Аминь. 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 О, слава Богу. Аллилуйя. Так хочется по-святому похулиганить, а? Ну, ладно, хорошо. Давайте все вместе откроем Слово Божье. Если ты принес Библию, то ты молодец. Если вдруг у тебя сегодня Библии нет, я тебе как в воскресной школе почитаю Слово. Шестнадцатую главу откроем. Шестнадцатая глава. Матвея. Матвея. Шестнадцатая глава Матвея. Открывайте. Если открыл, скажи Аминь. 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 И я прочитаю всеми вами, всеми нами известное место Священного Писания. С шестнадцатого стиха. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты Симон, Сын Иодин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. И он говорит, сейчас приеду, или нет, не могу приехать, занят, срочные дела. И если нет Петра, то двери закрыты. Если бы вдруг нужно было где-то там что-то на небесах разрешить, что свяжешь на земле, будет связано на небе, и так далее, запретить, все вызвали бы Петра. Да, но послушайте, это обещание, оно не только Петру принадлежит, оно принадлежит церкви. Аминь. Оно принадлежит тебе и мне. Это обетование дано всякому человеку, который считает себя церковью. Аминь. Потому что церковь это не здание. Церковь это люди, которые поверили в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя и Искупителя. Приняли Его в свое сердце. И всякий раз, куда бы мы ни приходили, Андрюха, иди сюда. Вот мы с Ним вдвоем придем куда-то. Мы вдвоем, ты веришь? И я, представляешь, мы церковь. И мы принесли частичку церкви. И пусть будет сто человек вокруг нас неверующих, но мы принесли, спасибо, Божий Дух. И там, на этом месте, мы можем и будем утверждать Царство Божие, пришедшее в силе, пришедшее в славе, пришедшее в чудеса и в исцелении. Кто верит в это? Скажите Аминь. Здесь, на этом месте, сегодня Бог будет творить чудеса. Почему? Потому что Он создал Церковь свою. Это место, где Он будет являть свою славу. И сегодня у этой Церкви день рождения. Не только у Церкви скини, а у нас вообще. Мы вообще еще вот тут, я не знаю, даже сколько там, мы еще и эмбриончиков. Нам вообще 7 месяцев. 7 месячных рожают, да? Да. Ну как бы не очень, да? Да, очень. Очень. Все 7 месячных, я сказал, понял, что это стоп-розу стоп-розу. Молодцы, слава Богу за вас. Вот видите, как жить хотели. Как жить хотели. Ну, все-таки же 9 месяцев там как-то определили, да? Вот нам еще даже 9 месяцев. 7 месяцев только мы собрались. Кто-то здесь был до этого на миссии. Год, два там, может быть, сколько-то времени. Мы ходили, приглядывались. Потом вдруг собрались в ноябре месяце 2017 года. Согласились, посмотрели, благословение от старшего пастора получили и рванули. Куда? Вперед. К славе Божьей. К Божьим чудесам. К Божьему прорыву. Аминь. И ты сегодня продукт чьей-то веры и чьих-то молитв. Аминь. Ну, все мы с вами продукт однажды свершившегося чуда, которое произошло в деяниях 2 главе. Когда собрались ученики. И сначала, знаете, как было? Они тряслись в горнице и не выходили оттуда. Но молились. Можно как-то вот такой, ну, на барабанах сделать такой барабан, где боялись. Это он вот так коленки дрожает. Они друг другу вопросы задавали. В основном Петру. Ну, он самый главный у них был. Но потом, когда сошел на них Дух Святой. Когда сошел на них Дух Святой. Когда сошел на них еще раз Дух Святой. Они стали другими. Кто-то сказал, они что-то слегка под шофер. Ну, такие, на веселе. Но, когда на них смотрели люди, они физически глазами видели над их головой пламенеющий огонь. И когда встал Петр, и написано, и с ним одиннадцать. Эти двенадцать парней, вчерашние рыбаки. В принципе-то, по большому счету сказать, они не были там из какой-то, как там, песня есть, девушки или парни из высшего общества. Нет, они были где-то средний уровень, рабочий класс. Ну, ладно, хорошо, индивидуальные предприниматели были. Но они стали апостолами. Все преобразилось. И сегодня мы видим, как церкви растут, развиваются. Одно из служений, я знаю, мировое служение, миссионерское служение, они план себе ставят на ближайший год открыть 50 тысяч церквей. За год 50 тысяч церквей хотят открыть. Мы тут двенадцать домашних групп хотим открыть. А не 50 тысяч церквей. Господи, дай нам такую веру. Потому что единственный институт на земле, который врата ада не одолеют, это церковь. Это не... Где моя дочь старшая? Здесь она? Нет? Нет, нет. Как залетно. А, на детское служение помогает, да? Ну, хорошо, я скажу, нет. Это вам не СПБГБУ. Ну, как она говорит. СПБГУ. Это вам не какой-то государственный институт. Это университет, учрежденный Богом. Церковь. Вот здесь, вот в этом месте. И послушайте, если вам кто-то говорит, я Бога люблю, а церковь я не люблю, я в нее ходить не буду. Там вот это вот, они все там такие. Эй, как ты можешь любить жениха и не любить невесту? Вы представляете, все сейчас от Дмитрия, с Татьяной выходят и все к Тиме подходят. Тима, поздравляем тебя. На Татьяну сидит, смотрит. Эй, они вообще через несколько времени будут вообще одно по одному, плоди, одно целое. Как можно не любить невесту и любить женщину? Я Бога люблю, но в церковь я не пойду. Я дома буду сидеть. Не надо дома сидеть. Дома ты такого никогда в жизни не переживешь. Даже в тайной комнате, даже вот в этих глубоких отношениях со Святым Духом, ты никогда не переживешь прикосновения Божьей славы, которые ты переживешь здесь в церкви. Аминь. Где тебе так могут исполнить прикосновения Духа Святого? Или дрожь с твоих ногат. Или проповедник, как пастор Сергей. Где ты? Открываешь дверь, пастор Сергей стоит. Я приехал к тебе попроповедовать. Нет, так не бывает. Так бывает в церкви. Аминь. Любите церковь, дорогие мои. Бегите в церковь. Отменяйте все свои дела воскресенья. И если кто-то будет звать вас на огород. Вот сейчас начнется вот это вот. Огородная тема. Или там еще какие-нибудь дела. Воскресный день для Господа. Всем скажи. Статус выставь у себя на ВК, в Фейсбуке, в Инстаграме. Я церковь. В воскресенье я прихожу к таким же людям. Моим братьям и сестрам. Аминь. Я хочу увидеть своего пастора и прикоснуться к нему. Аминь. Я хочу услышать слово от живого человека, а не от говорящей головы по телевизору. Аминь. Потому что церковь это живые отношения. Любите церковь, дорогие мои. И сегодня у церкви день рождения. Исторический день рождения. Послушай, если ты считаешь себя церковью, врата ада будут убегать от тебя. Бесы будут убегать от тебя. Дьявол будет бояться тебя. Бояться будет трогать тебя. Знаешь почему? Потому что ты приедешь во вторник на домашнюю группу. Скажешь, слушайте, тут вот какие-то обстоятельства произошли такие. Дьявол что-то там вообще задумал. Давайте согласимся и помолимся. И согласившись, начнем сокрушать именем Иисуса Христа всякие стены Иерихона, всякие твердыни, болезнь, которая наступает, проблемы, которые приходят, финансовые трудности, которые могут возникнуть. Что бы это ни было. Аминь. Многое может усиленная молитва правит Богу. Аминь. Когда мы соглашаемся. И знаете, дорогие мои, я хочу призвать вас сегодня, чтобы мы собрали свои пожертвования. Может быть, ты не часто слышал такие призывы, но я хочу, чтобы мы пожертвования собрали для церкви. Благословили сегодня церковь и получили благословение через служение церкви. И может быть, ты пришел сегодня сюда в гости, может быть, твоя поместная церковь это какое-то другое собрание, другое сообщество, другой пастор. Я не претендую на тебя, чтобы вырвать тебя из твоего сообщества. Будь там, где ты есть, там, где ты посажен, там, где ты насажден. Но люби свою церковь. Люби своего пастора. Люби своих братьев и сестер. Люби то дело, которое ты вместе с ними делаешь. Когда ты станешь частью какой-то поместной церкви, из тебя сверхъестественно, но очень просто, выйдет дух ропот и недовольство. Потому что то, что ты считаешь своим, ты не будешь никогда на это наезжать, ты не будешь никогда это лажать. Уже извините за такое слово. Ты не будешь никогда на это роптать. Ты будешь говорить, ну вот как бы еще, ну вот, ну ничего, скоро у нас будет плохо. Знаешь, когда ты дома ремонт еще не доделал, тебе приходят, а здесь чего тут? У тебя наличник криво. Да это не криво, это такой дизайнерский у меня, так было задумано. А здесь чего, обои оторвались? Да это я хотел тут немножко вот это, но сейчас я подделаю. А здесь, а тут тоже, а тут вот так будет, тут вот так будет, тут вот так будет. Когда твой сын или дочь приходят со школы, и даже если не получили двойку. Я недавно прочитал, как еврейские родители воспитывают своих детей. Все возьмите это на вооружение, пожалуйста. Они садят напротив своего сына или дочери, своего ребятки и говорят, ну как такой хороший, умный, красивый, такой смышленый мой сын мог получить двойку. Они его не унизили, они его подняли, ну как двойку? Ну что, это временно им. Они его благословляют и поднимают. Когда ты назовешь какое-то собрание по местной церкви своим, послушай, у тебя уйдет дух недовольства, дух ропота, и придет благодарное сердце. А Бог смотрит и ищет кто, кого. А вот сестра благословила. А вот еще одна сестра, ее благословила. А вот еще пришли, а вот еще, а вот здесь. Они принесли какие-то свои пожертвования. Они принесли хвалу в своем сердце. Они принесли что-то. Они пришли не с ропотом, а с сердцем, с желанием славить. И Бог говорит, и залью от духа Моя. Симон, колеблющийся. Вася, трус. Иван, Леша, Яков, обманщик. Эй, нет, нет, нет. Я не смотрю на них так. Я смотрю на них. Петр, камень. Израиль, мой принц, помазанник Божий. Кто там сказал, что бывших наркоманов не бывает. Они все потом опять начинают. Они становятся пасторами церквей, служителями. Им ставят диагнозы неизлечимые. Нельзя детей иметь. Они рожают. И будут рожать. Бог благо. Во имя Иисуса Христа. Давайте мы сейчас поднимемся и возьмем свою жертву. Помни, что сегодня ты пришел на день рождения церкви. Возьми хорошее отдаяние, чтобы это благословение сегодня во сто крат вернулось в твою жизнь. Давайте мы все поднимем, возьмем свое пожертвование, поднимем руку. И я хочу благословить сегодня это семя. Отец Небесный, мы благодарны тебе за то, что ты учредил церковь. И я прошу, чтобы ты благословил сегодня.